здравствуйте друзья вопросик у нас хороший добрый день михаил я и моему мужу 23 года мы фрилансеры тестировщики на ю тесте смотрим ваш канал с 12 года и благодаря вам начали изучать тестирование это значит с 19 лет смотрит тестирование мы с мужем знакомы еще с 12 лет у нас очень много общего в том числе огромная мечта переехать жить в америку точнее я бы сказала что переезд это способ которым бы мы хотели осуществить нашу огромную мечта мечту растут люди 18 лет мы занялись бизнесом открыли салон по продаже окон и дверей и заодно учились в университете нам никогда не доводилось работать на кого-то мы всегда стремились к финансовой независимости у нас были грандиозные планы относительно своей жизни жаль не пишут где живут вот я интересуюсь но когда настала война мы были вынуждены приостановить свою частную деятельность и стали искать что-то новенькое так и попали на ю тест играем два года в green card но безуспешно мы прекрасно понимаем что переехав в америку нам будет необходимо поработать по найму и это вовсе не проблема действительно проблему устроиться по найму да если бы мы могли сразу пойти на легальную работу но так как выбора у нас как такового нет нам нужно настраиваться на нелегальную связи с этим возникает множество вопросов получается так что мы хотим поменять страну на ту в которой работают и создаются законы на ту которая в корне отличается своими ценностями от нашей и вдруг чтобы начать жизнь в америке ребятам которые стремятся жить честно нужно начинать жизнь каких-то нелегальных работ звучит это очень страшно почему они нелегальные но как действительно если хочется и вдруг они нелегальны так да почему они нелегальные работодателям есть что скрывать это работодателям меньшей степени но тоже есть да или там работают какие-то неблагополучные люди которые нарушают законы и прибывшим иммигрантам приходится какое-то время находиться в таком обществе а вот они сами нарушают законы если у него нет разрешения на работу он работает вот он и есть нелегальный это не то что он такой среде это он сам вот эта среда и есть и как вообще можно получать нелегальный доход стране где за неуплату налогов можно сесть в тюрьму а налоги можно платить даже не имея права на работу если даже нелегальная работа их можно заплатить да разве при легализации не спросят как и на что вы жили в нашей стране до того как пришли к нам за разрешением на работу как ни странно не спросят и так далее очень многие люди проходят такой путь люди которые очень умные перспективные я сказал сливки общества уезжающие из своих стран в поисках лучшей жизни и кажется что это единственно верный путь но будучи еще здесь в голове не укладывается что конкретно переживают эти люди может быть все на самом деле проще чем нам кажется все проще если да то будьте добры разъяснить подробности пожалуйста этот вопрос волнует не только нас но и людей постарше наших родителей например с одной стороны они волнуются за нас хотя полностью поддерживают нас в наших планах и целях а с другой рассматривая переезд как свою цель они волнуются за свои жизни ведь готовы пожертвовать всем тем что сейчас есть у них работа дом близкие люди нам очень нравится техас хьюстон соотношение доходов и расходов на наш взгляд очень оптимальное а также мягкий приятный климат ребята вы должны с климатом хьюстона подразобраться мир так мы без ума от одноэтажной америки тут другой очень мало так как сами с небольшого городка ехать в мегаполис такой как нью-йорк например очень не хочется так и не езжать хотя все говорят что новичкам лучше ехать туда как быть в такой ситуации ехать как все в нью-йорк я никогда не ехал в нью-йорк например то есть как все это уже перебор например очень не хочется хотя все говорят что новичкам лучше туда когда есть ехать как все в нью-йорк или следовать за своей мечтой в хьюстон учитывая то что уровень нашего языка средний можем ли мы со спокойной душой ехать в хьюстон и быть уверенными в том что мы сможем найти там нелегальную работу какими качествами должен обладать иммигрант чтобы иммиграция прошла успешно и как вы относитесь к нелегальной иммиграции с последующей легализации если другого выбора не остается очень бы хотелось узнать ваше мнение заранее благодарю ну что же друзья первое что я хочу отметить так на полях как бы это то что люди живущие я понимаю это где-то украины или восточной украины или где-то там работают на ю тесте на эти молодые ребята работают на и тесте и нам все время говорят что если ты живешь в россии или украине то очень трудно получать проекты там на ю тесте не дают нужно жить вот сша там это далее мы видим что ребята работают и я хочу отметить это как положительный такой факт то есть можно вот да те кто занимается этим вплотную у нас у них получают это уже хорошо значит что касается серьезных вопросов которые там подняты значит вообще надо сказать из общих соображений я бы сказал что ребята они может быть смотрят наш канал там на четыре года но явно они не очень смотрят иммиграционную как бы часть того что мы показываем вот например я думаю у них бы сильно прояснилось голове если бы они посмотрели плейлист по политическому убежищу например вот они все время это легализация легализация и они не называют слух политическое убежище хотя говорят что какое-то время они там будут нелегально потом они легализуются то есть либо они вообще понятия не имеют ни о чем но то есть тотально либо они просто не хотят политического убежища называть политическим убежищем вот может быть так но давайте мы вот все-таки серьезным вопросом люди хотят легально приехать соединенные штаты и быть легальными иммигрантами чтобы у них все было легально в стране которые вот вроде как законы более-менее исполняются и как бы народ законопослушный как бы все стоит на законопослушности и вот вдруг они вот приезжают и начинают что-то такое странное делать значит если ты хочешь быть как бы идеально легальным ты должен задаться вопросом как попасть в страну легально иммигрировать легально и тогда тебе говорят это может быть брак это может быть приглашение на работу с последующим оформлением там грин карты это может быть бизнес например да вот как андрей иммигрант видео рассказывает у него на канале есть на эту тему как бы все детали значит либо ну что там еще бывает ну что то еще бывает и вот значит политическое убежище бывает значит ну пожалуйста если ты хочешь легально определись значит замуж у тебя видимо не получается но тогда давай может быть профессионально поди все-таки закончил университет и давай может быть это сложно и долго ну тогда по бизнесу вы же люди бизнеса значит организуйте бизнес там получите визу там l1 давайте по бизнесу ну что то давайте значит дальше возникает ситуация такая что они говорят но но нет это не так у нас не получается значит вы тогда по-любому будете что-то такое делать лазейку искать в данном случае вот этой лазейка является политическое убежище если ты ценности как специалист не представляешь там по бизнесу почему-то они то ли они не знают то ли не хотят то ли боятся то ли что я не знаю может быть вообще не в курсе а может быть в курсе но понимают что они не дотягивают там тоже не просто так значит ну вот остается лазейка поэтому если ты ищешь лазейки то ты тогда но уже не говоришь что я вот так уж прям совсем такой чистый такой иммигрант классический значит дальше что начинается человек приехал у него работа нелегальная почему нелегальная потому что даже если он приехал и подает на политубежище значит он должен там через месяц там скажем его бумажки подадут еще пять месяцев значит подадут на разрезы за разрезы за разрешением на работу обратиться можно значит еще там пара месяцев пока он его получит то есть глядишь там месяцев там семь-восемь у него нет права на работу поэтому если он работает он работает нелегально и казалось бы это как бы нехорошо вдруг его депортирует вдруг его в тюрьму посадят вдруг там а как же ему такси платить элементарно он обращается куда положено ему дают так так сайди нам борт так называемый вот он может быть нелегальным но платить налоги вот обратите внимание что когда там обсуждали детали легализации нелегалов мексиканцы в основном давно латинос вот эти 11 миллионов человек то они говорят что он должен был все это время этот многие по 10 лет стране и больше там половина из них стране 10 и больше лет из 11 миллионов значит они должны показать что они платили налоги никакой проблемы нет работать без разрешения на работу то есть нелегально и платить налоги противоречий никаких нет где явно ребята не как бы не разобрались еще не вне вникли но не суть дальше что получается как же так приезжает человек по туристической визе а потом обращается значит за политическим убежищем а все это время он где-то там значит нелегально подрабатывает как же это так получается вроде нас получает что он обманул он на самом деле в двух местах можно сказать что обманул первое он обманул когда с мыслью о политическом убежище он косил под туриста получая визу это один случай как бы первое где к нему ну как бы в теории можно было бы предъявить претензии на практике этого нет но в теории значит второе место где он как бы не вполне такой чистенький да а как он жил на это время как он зарабатывал там и так далее и я вот эти вопросы блок задавал андрею романенко это иммиграционный адвокат из сан-франциско у нас с ним несколько сюжетов и вот наш плейлист про политическое убежище как раз начинается вот видео с андреем романенко и я ему прямо в лоб и задаю я говорю а как судья на это смотрит а как власти на это смотрят там и так далее и он так открытым текстом и говорит что если человеку который обратился за политическим убежищем если ему угрожает опасность в стране где он живет если речь идет о спасении жизни здоровья там и так далее а безопасности но значит собрал ничего страшного ну то есть что то что ему было делать то есть как бы из двух приоритетов спасения жизни и не собрание да значит более высоким приоритетом значит становится спасение жизни дальше он приезжает страну и выдавать а как ты тут жил например так прищурившись может быть ты нелегально работал такой вот некошерный человек когда работал но не умирать же мне на улице правда или вы хотите чтобы у вас тут иммигрант на улице помирали или вы хотите лагеря для них такие организовать где бы вы их содержали вот как в европе сейчас да они приезжают обращаются за статусом беженца и вот их там содержат селят там еще как а пусть лучше работает я считаю что гораздо лучше короче вот так так на это и смотрят тут есть еще один аспект который может быть трудно издалека пусть пусть чуть-чуть но мысль вот какая в соединенных штатах есть понятие такие значит фелони два разных понятия фелони и мисс деминер мисс деминер это как бы когда человек себя плохо ведет в техническом плане если у мисс деминер нельзя наказать сроком больше года до года если это год и больше то это уже не мисс деминер а это уже фелони вот фелони это как бы криминальное так прошлое это плохо это криминальное а а мисс деминер так вот типа мелкого хулиганства например перейти границу нелегально вот просто взять границу и перейти я уж не говорю остаться просрочив визу это вообще ну вот просто взял и перешел человек границу это мисс деминер это можно сказать такое мелкое хулиганство если тебя каким-то образом значит там поймали и выдворили из страны на что денег нет вы видите у нас миллион 11 миллионов нелегалов и выдворяют только 400 тысяч в год из 11 миллионов ну вот допустим если чек попал в эти 400 тысяч его как-то там выдворили а он снова пришел вот тогда это будет фелони а если он просто пришел то это мисс деминер если он просрочил там свою визу я даже не знаю уж по какой там статье это идет честно не никогда не сталкивался но тут полно людей которые десятилетиями как просрочили свою визу им уже вообще ничего не светит вот но но они тем не менее живут никто их там не ловит специально и так далее поэтому что вам сказать есть нарушение не это не преступление нелегальность состоит не в том что они преступники какие-то они вот так по мелочи что-то там нарушают вот грубо говоря так есть законы которые говорят что работодатель не может нанимать нелегалов но работодатели обманывают вот вы можете пойти у нас тут где мы тут живем да есть местом 26 студентка одна была нет не студентка она просто просто приезжал человек вот и она пошла и у это же они подавали на политику не было решение на работу а у нас была девочка мексиканка училась я знаю что она вот получала как разрешать на работу как раз а еще не имею разрешение на работа на в вал марте тут работала продавщицей и я их познакомил вот однако девочка не расскажет как устроиться на работу и девочка и рассказала куда пойти в сан-хосе там какой мужик какой газеты он там по сапогу постукивает и там за 100 долларов сделали сделали не такую green карту значит ну реально очень похоже все единственное что назвали и мексиканским именем там каким-то почему-то вот ее собственными не сохранилась там но неважно она перепугалась и никогда не пользовалась но вот за 100 долларов у нее была такая вот типа green карта поэтому работодателя обманывают сейчас вводится система новая она еще не является обязательной но идет к тому вот в которой там работодатель будет каждого человека проверять на наличие права на работу когда берет его на работу технические проблемы будут решать и так далее то есть это эти мы люди жившие в советском союзе когда-то вот переход границы ссср это было такое предприятие когда скорее всего и живым ты не уйдешь не не в ту сторону не в эту просто шлепнут при переходе а на самом деле сколько народу погибло вы сколько народу поубивали кто пытался границу перейти в ту сторону а в гдр сколько народу погибло когда они через стену пытались перемахнуть понимаете вот и потом как границу нелегальный какой страшное преступление он совершил до типа мелкого хулиганства 15 суток но такого плана вот поэтому да насчет хьюстона значит я я ничего против хьюстона не имеют там очень много работы там там все замечательно но там климат очень сложный вот если вы займетесь как бы поизучаете климат да то вы поймете что там жить тяжело и нью-йорк в нью-йорке по-своему тяжело я не хочу сказать что там как бы какой-то из них идеальный нет вот но дальше куда ехать на и новичку конечно в нью-йорке найти работу нелегалу проще чем хьюстон и я не хочу наступить на горло мечте людей о хьюстоне я просто хочу сказать что если у тебя есть мечта то не обязательно чтобы она реализовалась в тот момент когда ты нелегальным иммигрантом сошел с трапа самолета может быть тебе немножко легализоваться как-то язык подучить тем более языка то нету а ты в хьюстон сразу вот язык малька подучить нанги встать там и так далее может быть у вас за это время мечта изменится может быть вы себя в нью-йорке так самореализуете может быть там такой там же такой бизнес если у вас такая бизнес жилка есть тем более вы никогда не работали ни на кого это замечательно ну ну пожалуйста значит и для бизнеса я не знаю какого может оказаться что нью-йорк вы влюбите из нью-йорка это город который можно влюбиться это город жители которого очень любит нью-йорк при всем при том что вот мы которые приезжаем там на время там на недельку мы говорим да трудно тут жить там и так далее и москва тоже самое вот люди приезжают москву говорят нет я бы здесь жить не мог это правда но попал на народу тем не менее приезжают живут и никуда выезжать не хотят найти поэтому может быть вы захотите жить в лос-анджелесе или в сиэтле там или где-то значит я бы не доверял мечтам которые формируются на основе на основе интернет таких поверхностных впечатлений значит что еще сказать как я отношусь к нелегальной эмиграции с последующей легализации я нормально отношусь если другого дальше год если другого выбора не остается но если другого выбора не остается я нормально отношусь если вы не совершаете преступлений имеется ввиду криминального характера Да, значит, если вы там просто работали, пока не было разрешения на работу, потому что вам надо как-то себя обеспечить, я в этом не вижу никакого, как бы, реального преступления. И, во всяком случае, сегодня в стране это считается властью, властями страны, считается абсолютно, как бы, нормальным, ну, не то, что идеально нормальным, но приемлемым, ничего страшного, никто их не отлавливает, вот этих вот нелегально работающих, никто их не депортирует и так далее. Кстати, Обама немножко увеличил количество депортируемых по сравнению с тем, как было при президенте Буша, немножко, ну, немножко, но чуть-чуть увеличил, но существенно изменили политику в определении того, кто подлежит депортации. То есть, грубо говоря, если всех нарушителей депортировать нельзя, то кого депортировать, если можно всего вот только там, сколько там, 400 тысяч там из 11 миллионов, ну, 3 процента с половиной, да. Значит, если мы только можем вот меньше 4 процентов депортировать, кого депортировать? И они говорят, тогда будем депортировать тех, кто с криминальными какими-то проявлениями. И стали депортировать с криминальными проявлениями, поэтому сказать, что вас могут депортировать за вот такую ерунду, если вы не совершали никакого криминала, я вас умоляю, нет. Здесь на удивление, на удивление лояльное отношение к вот людям, которые пришли в страну неизвестно откуда, работают и так далее. В общем-то их никто не трогает и надо сказать, что большинство населения страны за то, чтобы их легализовать. Вот есть там принципиально упертые, которые, как это, сажать, не пущать, запрещать, значит, мордовать, но их мало. В основном, скажем так, большинство населения страны, не только те, кто поддерживает демократическую партию, но и республиканских тоже избирателей, а не за то, чтобы их легализовать и вот прекратить вот эту ситуацию, когда люди живут в стране десятилетиями и лишены элементарных прав человеческих. Вот, поэтому такая вот, такая картинка. Так что, значит, молодым людям и их родителям, я пожелаю, чтобы они наш канал смотрели регулярно, посмотрели бы, что там уже дальше, ну, уже есть уже, да, то есть все ваши вопросы уже, в принципе, отвечены. Вот, а вообще начните с листа по политическому убежищу, я думаю, что это будет, как бы, очень хороший способ начать изучение вопросов. Счастливо!